Зимние, ледяные и снежные работы. Александр Иванов победитель десятков фестивалей и конкурсов по всему миру. В гостях у талантливого скульптора побывала наша съемочная группа. Последние штрихи получаются острым листом. Гляньте, спидаем формы, руки. Это будет дракон, как бы символ этого года. Здесь будет жемчужина. В жемчужине сейчас сделаем цветок внутри. Это получается жемчуг дракона. Электропила, японская ножовка, ручная стамеска для четких линий, несколько движений фрезой, яркая краска для волшебного цветка, плюс золотые руки мастера и шедевр готов. Символ года обычно ежегодно отправляется на новогодний стол Ивановых. У нас в семье есть такая традиция, что я каждый год делаю новогодний символ изо льда. Мы его ставим на праздничный новогодний стол. И перед боем курантов мы каждый раз селфи делаем и просим у новогоднего символа, чтобы он нам приносил счастье, удачу в следующем году и здоровье. Он родился в селе Яльчике. Его дед Петр был уважаемым плотником. Отец Валерий – мастером резьбы по дереву. Сам он талантливый скульптор. Сказочные герои, животные и птицы, фантастические композиции из дерева, снега и льда. Работы Александра Иванова восхищают людей по всему миру. Он участвует во всевозможных конкурсах и фестивалях не только в России, но и за рубежом. Почти всегда призовые места. Первый фестиваль у меня был, именно если связывать с фестивалями, это из бабин за пилой, это в Чебоксарах. Сделал я оленя с оленемком, выиграл, место дали. И тоже как раз после этого, наверное, интерес появился. Благодаря этому фестивалю я до сегодняшнего дня пилу из рук не выпускаю. Летом мы только и делаем, что пилим фигуры для парков, для базы отдыха, для таких мест и на фестивалях постоянно. Самый знаменательный, наверное, это было в Германии. Это был международный фестиваль в городе Айбал. Мы там, Евгений Акимов, в команде участвовали. Выиграли второе место. Совсем недавно скульпторы Александр Иванов и Евгений Акимов, преподаватели Педуниверситета, удостоились гран-при фестиваля «Зимний хутор» за скульптуру на тему казачества и снега в Ульяновской области. На Раивском фестивале «Лед и свет» в Татарстане они вырезали из снега Архангела высотой 6,5 метров. Рождественский вертеп, воссоздавая библейскую историю рождения Иисуса, и заняли первое место. Они также победители международного фестиваля «Хрустальный Томск», фестивали ледовой скульптуры «Тайна глубины в Карелии». Эти победы придают ему сил, веру в себя. Его девиз по жизни. Идти вперед. Моя мечта – это приносить радость своими фигурами людям. Продолжает династию мастеров Ивановых Полина. Младшая дочь Александра. Ей 9 лет. Но у нее уже есть свои работы и свои успехи по декоративно-прикладному творчеству. Она занимается контурной резьбой. Папа для нее – наставник и пример во всем. Я очень горжусь своим папой и его красивыми работами. Мой папа очень добрый, красивый и умный. Я желаю ему здоровья и дальнейших побед. Надежда Морозова, Сергей Емельянов. Национальное телевидение. Чуваши. Морозова, Сергей Емельянов.